Также мы тоже должны вот так вести себя благородно. Сегодня рассказывают наши братья, которые поехали в Бангладеш, на Да'ават. Недавно к нам тоже они приезжали. Они удивительные истории рассказывают. Просто нам логически непредставляемы. Наша гордость не позволит даже их представить. Потому что мы настолько стали гордыми, настолько мы стали отдаленными от таких качеств. Я несколько случаев расскажу. Когда туда приехали, это Бангладеш, это всемирный марказ у Да'ава, где собираются каждый год со всего мира мусульмане. И оттуда они расходятся по всей земле и распространяют ислам. Это место, где собираются аглы у Да'ава. И когда туда приехали они, увидев людей, которые приехали издалека, из России, из Дагестана, пришел один человек, а ведь Бангладеш, Бангладеш это очень бедная страна. Очень бедная страна. У них даже домов нет. Если у него дом, крыша есть, это богатый человек считается. Даже Нобелевскую премию получил один или политик, или ученый из Бангладеша, который, который в банковской системе сделал такую систему, в которой можно было давать 1 доллар, 1 доллар в кредит. Что смешно, да, 1 доллар в кредит. И приходили 1 доллар в кредит, брали из банка, и большинство случаев возвращали. И говорит, с 1 доллар можно было начинать в этом государстве какой-то бизнес, какую-то работу. Настолько бедно живут. И один человек пришел и говорит, сегодня я жду вас на обед. И приглашает их. Потому что это хак человека. В хадисе пророка сказано, Заяфа, гостеприимство, 3 дня обязательно. Когда к нам приезжает человек издалека, ты что приехал? Ты мне не нужен, иди мечети там ночуй. Не имеем права. Мусульманин обязан принять другого мусульмана, проявить гостеприимство. Даже не только мусульманин. Даже если в исламском государстве живут не мусульмане, христиане там и так далее. Даже их обязует, если вдруг к нам приедет какой-то мусульманин к вам, вы обязаны. Такой закон есть в исламе. И зная эти люди, они используют его в практике не как мы. И видя людей таких, приезжих издалека, он приглашает их на обед. И они идут на обед. Они зашли, говорят, такой шалаш. Даже дома нет. И он поставил хорошую, как говорится, плотную, как говорится, плотный обед. Они покушали, поели. И потом один поинтересовался. Ты так бедно живешь. Как ты мог вот так нас накормить? Тогда он улыбается и говорит. Когда я вас увидел, что вы приехали, я с утра забрал свою семью и сам сдал кровь на донорство. И за эти деньги купил и накормил вас. Вот ислам, братья мои. Вот где есть вера. Другой случай, рассказывают они. Пришел один человек и говорит, Варь, вы ни в коем случае не обедаете, я принесу обед. И прошло обед, тоже наступил. Говорит, Асур наступил, уже Маркача наступает, нету его. И тогда решили, говорит, одного гонца отправить, что-нибудь на рынке купить. И в это время он пришел с подносом. Пришел с подносом и сказал, говорит, Я знаю, вы очень голодные, поэтому сперва поешьте, потом я свою озеру, свою причину расскажу, почему я вот так, как говорится, вовремя не пришел. Они плотно пообедали или поужинали. Потом, после того, как они поужинали, он говорит, как только я начал готовить обед, моя супруга скончалась, сказал. И пришло заняться ею. То есть, я помыл ее, завернул, потом вам приготовил обед, сейчас пойду похороню, сказал. Видите, разница какая. Мы тоже себя мусульманом считаем, и они тоже такие же мусульмане. Ну, об этом говорить, говорить еще очень много можно. Поэтому сегодня, наверное, остановимся. Субтитры подогнал Игорь Негода.